Привет, друзья! Представляю вам очередное издевательство над серией складных тяпок от CVV. В данном случае в премиум исполнении, хотя это бюджетная линейка, но более дорогая, с дамаском и карбон. Карбон наклеенный на G10, говорят ламинат. Вот, в таком вот виде. Значит, мне нож достался уже таким, обрезанный. Изначально он был вот в таком вот виде, то есть это тяпка. Тяпка мне не нравится вообще, но мне нравятся вот такие вот обрезанные клинки, получается наподобие столового ножа, такого деба, типа вот такого. И мне такие очень нравятся, поэтому я выменил хорошего человека, он себе обрезал тоже, так же как я. Я ему говорю, сменяй мне, мне нужен третий для сета. И человек пошел мне навстречу, спасибо Игорь, и выменял мне третью тяпку. Так что у меня теперь полный сет. У меня есть большая, маленькая и теперь большая в карбоне и с дамаском. Вот, пойти пока уберем, давайте пройдемся по этой складной тяпке. Дамаск. Дамаск такой черный, другой дамаск. Изначально в Сибири использовали другой дамаск. Я сейчас покажу. Обрезка и видите, на обрезанном крае у нас коррозия. Значит, дамаск ржавучий. Вот видите, пожелтение. Но, это не углеродистый дамаск такой прям жесткий, потому что на углеродистом дамаске сразу чувствуется запах, только вода там попадает, он сразу так железом пахнет. Этот не пахнет. Но, как видите, вот он уже так прожавел немножко и покрылся коррозией. Вот этот срез. Так, здесь у нас G10, черное наклеенное карбон. Карбон с этой стороны наклеен, карбон наклеен снутри. На разборке будет видно. Вот такой ламинат, почему-то они с двухсторонного клеят. Вот, значит, все тут завальцовано. Заскруглены все эти фасочки. Любодорого посмотреть. Прям видно, что премиум сегмент. Керамический шарик дотента и однорядный керамический шарик выселом. Все это, ход прекрасный, все это четко. Так, теперь давайте по поводу обрезки. Значит, изначально это тяпка. Вот, смотрите, еще раз фотографию. Вот, и Игорь обрезал его также, по-моему, как бы так же, как я. То есть, я планировал как раз вот так обрезать. И Игорь тоже шел по той же дороге. У него тоже была такая идея. Он тоже себе обрезал. Вот. Не то, что мы друг у другу заимствовали идею, а просто она пришла нам параллельно. Вот. Но, смотрите, как обрезан, как я обрезал клинок и как обрезал Игорь. У меня клинок получился более радиусный обрезка. То есть, она у меня получилась более загнутая и мне она вот такая вот более загнутая больше нравится. У Игоря получилось более прямой срез. Мне кажется, что вот в таком вот виде он все-таки интересней, чем более прямой. Давайте насколько более прямой мы сейчас... Игорь также не потерял ничего. Вот видите, тут даже осталось черное покрытие на кончике. Не знаю, как показать. В общем, на кончике осталось еще черное покрытие даже на самом кончике. То есть, он так же, как и я, не потерял ни одного миллиметра режущей кромки. Вот видите, у нас получается, что у Игоря менее радиусный. Он отрезан, он более прямой такой. И получился у него более такой агрессивный, острый. У меня получился более такой как бы закругленный. Вот. Кончики тонкие. Что здесь, что здесь, что на Дамаске. Это резачки. Так, значит, давайте пройдемся по нему. Вот опять много слов. Дамаск такой черненый. Здесь все это чувствуется прям, что это все слоями. Отравленная. Теперь я хотел бы еще сказать, что мне кажется, что CVV идет по пути удешевления. Потому что изначально я просто... У меня есть уже один Дамаск от CVV. Это Praxis. И у меня на Praxis другой Дамаск. Это в основе вроде как 9 Chrome был. Но смотрите, какой он полированный. Это красивый полированный Дамаск. Ну то есть, он полированный, он блестючий, он нержавучий. То есть, вот такой красивый. А здесь уже он такой, он уже черненый. Никакого зеркала здесь уже нет в помине. То есть, просто Дамаск. Насколько... Кому как нравится? Ну, пускай будет кому как нравится. Просто разные. Мне нравится больше полированный. Мне кажется, так более дорогим он выглядит. Еще момент. Если раньше они на премиум, так скажем, премиум, более дорогих с Дамаском версиях, ставили черные винты и черную клипсу, то сейчас они не парятся и ставят такие же светлые винты, как и на обычных. То есть, светлые винты и светлую клипсу. То есть, даже не заморачиваются, чтобы поставить на них, на более дорогих версиях, черные клипсы. Ну, как бы это их дело, конечно. Так, ладно. Много слов опять. Давайте я их сравню еще раз с этими между собой. И пройдемся по ТТХ. Вот так. Вот так. Вот. Теперь у меня сет. Я хотел еще маленькую в этом, в Дамаске. Но сейчас так решил, что мне достаточно уже и такого сета. Наелся, в общем. Так, ладно. Теперь давайте сравним его с крысой для понимания габаритов. Так. И вот так. Рабочая область у нас побольше, чем у крысы. Ручка у нас тоже больше, чем у крысы. И она шире. То есть, она еще широкая. По толщине она такая же, как у меня тюненная крыса. Так. Значит, весит он у нас 151 грамм. Толщина клина 4 миллиметра. Сведение 0,4 по всей области. Вот. Также, когда я его выменивал у Игоря, хорошего человека, я планировал сразу его отполировать. Я люблю цыганчину, поэтому я сразу же планировал отполировать Дамаск. Поэтому с корабля на бал, прежде чем что-либо с ним делать, режем, строгаем. Хотя, резать, строгать, это все-таки уникальная вещь. Я хочу его отполировать. Посмотрим, давайте, что получится. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Дамаз, конечно, странный Очень маркий Несмотря на защитную полироль Но все равно мне нравится Именно такой Продолжение следует